добрый день меня зовут мария сегодня у нас понедельник 5 октября и я продолжаю снимать свои вышивальные недели которые назвала сборная солянка и так понедельник я начала с работы от анкор маковое поле что я вышила за сегодня мне прибавилось 500 крестиков то есть я вышила вот эту вот часть вот здесь я работала сегодня немножечко вот еще здесь крестиков добавились в основном работала вот в этом месте сейчас я эту работу хочу отложить вечером я хочу повышивать свой сэмплер хэллоуин с первого числа я значит не анкор мая не сэмплер хэллоуин в руки не брала поэтому покажу сегодня вечером какие у меня будут продвижение на сэмплере а сейчас я отключаюсь и бегу делать домашние дела сейчас сделала домашние дела и приезжает муж с работы привозит мне пакетик санкт-петербурга ждала ой как я его долго ждала вы не поверите это подарок от моей вышивальной подруги я просто знаю с какой она его душой собирала и отправила она мне его в августе месяце и вот с 31 августа он завис на таможне россии и вот до тех пор пока она не подала на розыск эта посылка так и не сдвинулась с места что такое тяжелый на килограмм ой как все упакованы танюша спасибо тебе большое как ли это все альбом 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 килограмм счастья не пришел все в пупырочка мой какой альбом красивый мой какая прелесть мой какая прелесть ой я вынуждена буду выжить волшебную страну прелесть елочка так у меня три набора от волшебной страны надо все-таки нить вкусняхи попробовать я почему-то их боюсь честно говоря и вот посмотрите какая основа шикарная она покупала весну то нет и три основами это это муранка наверно мы спросим у какой огромный и вот вот эти две основы newcastle мы с ней она уже приступила а мне только в планах на следующий год мы хотим с ним вышить два сэмплера антон к и вот все вот в таком духе и она вот видите она мне приобрела 65 на 80 и 60 на 70 вы какой цвет шикарный это 52 у нас ой какой шикарный цвет она сейчас вышивать интон конечно вот на этой основе он выглядит просто шикарно красота да красота вот и посмотрите какая прелесть посмотрите она все оформила в альбом специальный образцы нюкасла все которые есть и образцы единбурга ну вообще представляете это это прям мечта это мечтая у это не огромное те спасибо надеюсь ты будешь смотреть моим видео и услышишь как я пищу от восторга это же вообще вещь это же незаменимая вещь для людей которые вышивают которые вот вышивают сэмплера до которые подбором какая красотища потому что я заказывала себе и вот как раз татьяне я заказывал наказать чинины вот видите как пришло картой но они маленькие по сравнению вот с этим это вообще прям классный прям кусок такой хороший видно правда а вот наказать чинина вот видите вот складыши такая карта ой девочки ну это но вы понимаете но вы понимаете что это крутецкий подарок вот просто крутецкий огромный тяготям спасибо вот 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 сейчас короче я ее сейчас в личке ватсапе замучаю и но это не все это не все мне пришла еще одна посылка сказочнина вот видите прям все с пылу жару я я снимаю вечером я говорила да я хотела повышивать сэмплерок свой сэмплерок свой хэллоуин но я не буду мне вот пришли ниточки недостающие не еще должны подойти я сейчас проверю потому что мне часть ниток на мой сэмплер адам и ева доходят все еще никак не дойдут до конца потому что их нет наличие и вот часть все таки у меня на сэмплер на новый который я вам показывала который собираюсь начать то есть если это не пришла который идет на бордюр на сын на сэмплер который я планирую вышивать начать то я конечно я сейчас сниму вступительное видео о сэмплере и сразу же приступлю и вот понимаете появилась наказать я я так хотела вот именно эти кусачки после того как я приобрела ножницы я поняла что ножницы мама дорогая хорошо видно лезвие классные и вот это вот эта веревочка то есть я думаю что это пластик нет это веревочка обмотана шнурочек видите в общем в общем срочно мне нужно какая-то нитка чтобы ее порезать чтобы посмотреть как режет нить ну крутые и вот кожаный чехольчик под них в общем я вся в кахане понимаете ножницы есть кусачки есть ну в общем я нарядная девчонка ну понимаете у меня что есть у меня теперь есть нюкассу и эдинбург вот это вообще песня ну и конечно вот это вот основа просто огонь в общем я сейчас я сейчас должна выпить чаю успокоиться перед тем как начать снимать видео потому что если это конечно ниточка пришла для сэмплера я начну сразу прям сейчас сэмплер сэмплерок и снимать ступительные видео ой ну это вообще королевский подарок таня спасибо огромное ну а сейчас я отключаюсь ой у меня уже у меня тут восторгов уже на 7 минут итак вечер понедельника и я все-таки вышивала свой сэмплер хэллоуин вышелось у меня на нем немного 310 крестиков ну почему немного потому что я полдня носила со своей посылкой я прям в таком восторге находилась и нахожусь в принципе альбом конечно на меня произвел неизгладимое впечатление ну и ткань ткань она конечно шикарная к сожалению не передается да так цвет на на видео на фотографиях и причем это же нужная ткань понимаете непосредственно по два сэмплера конкретных она и размеры все на свете эта ткань ну что касается другого сэмплера до которая хотела сегодня начать танцовщицу мориса не начала почему потому что это оказывается пришли ниточки достающие вот они потихонечку доходят на мой сэмплер адам и ева вот та ниточка которая мне нужна для того чтобы начать сэмплера танцовщица мориса вот как конкретно эта ниточка придет ко мне завтра во вторник но вторник мне не вышивальный мы на целый день с мужем уезжаем с этим отдали собаку в отель потому что его опять надо кому-то выгуливать что касается вот этих кусачек прелесть честно звук конечно есть и вот связи с этим мы можем понимать что до какой степени лезвие плотно друг другу до прилегают сталь чудо заточка чудо тут честно рекомендую мне очень понравились ну в принципе вот и все что вышилось да то есть я вот дерево продолжаю вышивать а вот что касается нити да у меня в конечном счете не хватает трех нитей нигде не могу купить на танцовщицу мориса и вот три нити на мой сэмплер адам и ева которые я дозаказывала тоже никак не могут прийти мне уже казачья не написала объясняла ситуацию что человек который занимается производством окрашиванием связи вот с ковида никак не может нас настроить нормально поставки то есть когда это все у меня придет смогу ли я закончить в этом году адам и его или нет то есть это неизвестно вы знаете кто пришел пришел леву ну естественно вы понимаете уже давно ли вы не видели в кадре да но же как вечером мы же косну готовимся все начинаем меня мять начинаем лезть под руки ну вот далее вот в принципе вот такие у меня новости надеюсь завтра дойдет ниточка недостающие мне да я значит сниму вступительные видео про организацию про про все на цвете про ткань про окрашивание основы и вышью хоть немножечко уже залью отдельные видео от танцовщицы мориса но вот к сожалению трех нити нет ну так же как вот не хватает трех нити на дам и его но если на морисе я еще смогу их заменить ну как каким-нибудь таким подбором до условным скажем на нити дэмс это уже на дам и его не смогу заменить нити потому что меня 40 процентов и что именно теми нитями которые мне нужны ну буду надеяться на скрещу пальчики и буду надеяться что все-таки рано или поздно ниточки ко мне подойдут на сейчас я ухожу спать потому что завтра мне вставать 4 утра я с вами прощаюсь увидимся скорее всего в среду потому что навряд ли во вторник у меня выдастся хоть минуточка повышевать добрый вечер вторника и я вам все-таки сделаю сегодня включение и себе то то есть я не планировал сегодня вообще вышивать но в принципе 260 крестик я вышел немножечко продвинула дерево то есть у меня вот корни появились у меня появилась вот эта девочка вот это вот и немножко повышевал заборчик но чуть-чуть чуть-чуть но почему потому что у меня не было вообще дома целый день то есть не меня не мужа и мы приехали поздно достаточно то есть пока там поболтали посидели пока поужинали очень мало времени мне осталось повышевать еще сегодня у меня пришла посылка с 1 2 3 недостающие нитки на сэмплер мориса также завтра у меня придут еще несколько нитей на тот же самый сэмплер но в общем мне все равно не хватает три цвета но несмотря на это все я решила начать вышивать работу поэтому завтра я скорее всего как только получу нити сказочные на я сделаю видео причем я хочу сделать видео с карты дэмсэм потому что те нити которые находятся у меня в наличии виде воркса и джентал арт я понимаю прекрасно что можно дешевить сэмплер но просто действительно его можно удешевить поэтому завтра я покажу как я организовала какую ткань я подготовила я возьму карту дэмсэ вытащу все нити из своих фос пакетов и вам покажу ну кто хочет вышивать только оригиналом конечно может вышивать кто захочет немножко удешевить потому что если бы я видела такое видео если бы я знала я бы сделала удешевление потому что вот даже на этом сэмплере нам прекрасно понимаю что можно очень много нити смело и заменять на дэмсэй и вообще не задумываться просто не задумываться и ценам будет в разы меньше может быть кому-то помогу с таким видео поэтому завтра и у меня очень много домашних дел просто очень много я вот с утра планирую заниматься домашними делами потом надеюсь что все таки я получу посылку сниму видео и ну завтра скорее всего я буду вышивать гостя я соскучилась я хочу пушевать но на сегодня я с вами прощаюсь и увидимся с вами завтра вечером добрый вечер среды я планировала повышивать совершенно вообще другие работы но получилось так что у меня было очень много домашних дел и поэтому я все-таки продолжила вышивать сэмплер хэллоуин потому что не просто было чисто элементарно лень переставлять кус на по то есть надо было снять отвинтить одни привинтить другие но я решила этого не делать потому что вышивала буквально прям намеками часочек по вышиваю 30 минут по вышиваю ну с утра как обычно там с четырех до восьми я тоже вышивала ну в принципе 950 крестиков я сегодня худо-бедно наковыряла всего только на одной работе больше никакую я работу в руки не брала планировала снять вступительные видео сэмплере танцовщицы морриса я этого не сделала по одной простой причине потому что опять у меня не было времени свободного поэтому этим я займусь завтра у меня не все нитки пришли у меня еще должны дойти ниточки из америки 1 2 3 стич и в принципе и трех нити которых не хватает так их не хватает завтра у меня будет полу вышивальный день но будет связан день такой с рукоделием не с домашними делами с утра я буду вышивать после обеда я поеду в город кампер и попытаюсь узнать есть ли вышивальной школе курсы буквально 1 1 2 дневные извините язык заплетается уже спать хочу она двухдневные курсы чтобы освоить технику глади потому что танцовщицы морриса есть кладь мне конечно этот сэмплер хочется вышить идеально вот просто идеально ну а сегодня что я дошила корень дерева я вышила кошку в кошке будет класс из бисера также я наконец-то докончила вышивать забор вот кстати сказать забор мне дался очень нудно не тяжело нет нудно мне его было вышивать неинтересно хотя здесь такая нитка красивая видите какая ниточка с какими переходами да то есть она из серого бежевого в розовую переходит но вот почему-то сам забор мне вышивать неинтересно не здесь не здесь вышивать забор наверное это не мое то есть все нормально мне даже вот эти одиночки на платье да вот потому что вот здесь вот присутствует вот они прям буквально по одному крестику или вот ручки по одному крестику не это не составило никакого вообще труда и мне в принципе это не напрягает но почему-то вышивать забор для меня это прям вот ну дядякина но по-другому я сказать не могу но в принципе на сегодня я закругляюсь я ухожу спать увидимся с вами завтра и завтра вот однозначно я буду вышивать и гостя и маки либо и гости и сапог от джаснен потому что и по той и по той работе я очень сильно уже соскучилась ну вот в принципе все следующий прогресс на этой работе вы увидите позже но не завтра однозначно да когда я возьму в руки ну может быть на этой неделе я даже больше и в руки добрать не буду но посмотрим хотя да он поднимает настроение особенно когда его начинаешь вышивать с утра просто настроение огонь потому что нитки разные нитки такие яркие всевозможные не похожи то есть ни одна ниточка не похожа на другую но пока его отложу но все таки нужно работать над маками и над гостем и увидимся с вами завтра доброе утро четверга я начинаю свой сегодняшний день с работы милый гость из далека торт или белый кролик а вот я вам показываю как выглядит эта работа на данный момент то есть в принципе я повышевала с первого числа полочку надеюсь прогресс заметен то есть тут у меня уже бокальчик прорисовался вот здесь будет баночка вот здесь вот еще баночка то есть я думаю что надо вот это вот все место вот с тарелочкой вышить и после этого я уже ну приступлю к фрескам ну а сейчас пока вот на этом этапе я нахожусь сегодня у меня какие планы значит повышевать кости съездить в школу узнать если у них одна двухдневные курсы по вышивке глади после этого мне нужно заехать еще в одно место вечером я не знаю какую работу я буду вышивать либо также продолжу гости вышивать либо что-то другое в руки возьму ну а сейчас я с вами прощаюсь и увидимся с вами вечером вышла погулять с ляскаром и вот хочу вам показать что мне творится каждую осень это у нас каштаны вот моя чудо собака вот эти вот ежи на своих галифе пушистых приносит домой вытаскивать их это но отдельное удовольствие понимаете очень любит он еще вот этим разгрызать ему кидаешь он их разгрызает и и расплевывает и вот представляете вот такая вот мусорность она по всей по всей тропинке идет просто все в этих ежах просто все ну и ему главное чтоб вот вот разгрыз счастье есть да ляскар теперь надо за мячиком побегать любимые занятия вот я приехала в компе подхожу к школе видите бритонский флаг черный-белый флаг британии вот она школа которая готовит вышивальщиц здесь все золотом чтобы вышивать можно было красота неописуемая все одеваю маску и вот здесь мини бутик так вы слышите как дышит моя собака ну и надеюсь у нас сильно мешать не будет в общем съездил я в школу нашла я курсы вот меня интересует гладь и видите разделено на триместры три триместром то есть у нас гладь идет во втором триместре учебного года курс состоит из шести уроков по три часа нашла я да что у меня вот это вот больше всего устраивает это не в кампере это вот деревушка рядом со мной но от этой же школы то есть тот же самый преподаватель которые в этой школе преподают итак вот по поводу тарифа видите можно брать триместр полностью вот шесть сеансов по три часа то есть 18 часов 160 евро стоит урок и можно взять половину триместра 115 евро у меня будет зависит я пойду обязательно я пойду это начнется значит с января месяца с тринадцатого я пойду но я не знаю полный ли я курс возьму либо половинку почему потому что вы посмотрите какие даты заканчивается в марте месяце то есть если у нас все будет хорошо я смогу вылететь в россию то есть последний вот эти три урока у меня не получится смысл их оплачивать я не вижу поэтому вот вот три пол триместра я точно буду учиться остальные половины триместра не знаю ну вот такие вот в принципе новости которые у меня сегодня возникли завтра значит я приступаю хотела сегодня но сейчас время шесть часов вечера я только приехал домой вот поэтому сегодня я начинается на сороковом каунте на ничего не буду поздно глазкам не хочу такой напряг делать наверное сегодня я все таки повышеваю только гостя потому что за утро я вышила всего двести тридцать габериновых стежочков но я вылавливала одиночки я честно я сидел на одиночках я ловила их ну а сейчас я отключаюсь и увидимся с вами либо сегодня вечером либо завтра добрый день пятницы вчера я забыла сделать включение показать сколько я вышла на милой гости издалека за целый день у меня вышло семьсот пятьдесят аппетитов немного но я вылавливала одиночки то есть я результатом довольна также забыла вчера сделать включение показать вам поэтому вот делаю сегодня сегодня фокус 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 сегодня у меня с утра по планам было начать вышивать новый семплер но случилось так что ночью была гроза и у меня вырыбилось электричество во всем доме вот с утра его включили им было только три этажа на которых был свет и вот на том этаже где находится мой кабинет это не было поэтому я ждала пока муж наладит мне электричество и мне пришлось выбирать из тех процессов которые у меня есть чтобы я могла спустить этот процесс на тот этаж на котором я могла бы вышивать до поставил лампу и выбрала сапожок от just nine почему потому что самый крупный каунт 32 и мне было комфортно лампа не та не такое освещение на том этаже поэтому пришлось выбирать работу которая будет более менее комфортно вышиваться под тем электричеством в общем сейчас у меня свет дали эту работу я откладываю то есть я вам показываю так как я ее продвинула за этот месяц и я приступаю к новому семплеру сколько вышли на этой работе я не знаю у меня нету электронной схемы поэтому ну две розочки поэтому сейчас я откладываю и костя все остальное и я хочу начать новый семплерок в общем купила я лук купила крокус и думаю сегодня посажу как я говорила вот я хотела сосед шумит вот вокруг вот роз плетущих да которые думаю вокруг них круг сделаю крокусов а в середину посажу лук и будет мне хорошо и у меня это в планах на сегодня стояло какой то я думаю сейчас помру у нас же дожди мыли я две с половиной недели вообще ничего не делала в саду и вот ждала как раз чтобы были дожди чтобы пролило чтобы я могла копать потому что вот видите здесь дерн это надо вот так вот копать и из корней все отряхивать у меня я натаскала сегодня этого дюрна у меня вон ручка отвалилась ну вот в общем я сделала вот так вот и котенок сдох называется мне прям что-то как-то не по себе тяжеловато отвыкла я решила лилейники теперь сюда сделать я не люблю когда густо цветы растут я все-таки больше склоняюсь вот у меня как французы делают парки когда у них между растениями расстояние удобно пропалывать ну и как-то каждое растение самодостаточное когда вот часто-часто я это не люблю в общем я решила здесь в середине оставить пен пока вот его не обстригаю потому что нужно знать где растет спасаю флоксы которые мне собака затоптала я показывала на одной из клумб он по ним ходит как по асфальту вот и в общем я ее расширяю ну вот что-то я сегодня расширялась как-то прям одышечка ну ничего страшного мне бы еще по-хорошему если вот погода мне позволит в этом году мне вот перекопать всю землю около роз здесь здесь агапант посадить я его купила и вот где здесь я розы посадила вот здесь вот все перекопать это по-хорошему вот видите новые свечки дает юка одни вот эти вот отцвели и другие набирают цвет ну вот в общем как-то так я упахалась а вон собакин мой абсолютно счастлив такой был маленький такой красивенький глазки были умненькие ласковые а сейчас наглые хитрые вставлю обязательно фотографию когда ты была малышом в первый день когда я тебя забрала ты был очень милым мальчиком я до месяца два наверное вот он у нас прожил я его в два взяла и до четырех месяцев я вообще думала что собака глухонемая не мая не мая точнее потому что он не гавкал не скулил то есть даже вот когда его от мамки отняли ни звуков никаких не издавал а то сейчас закатывает мне истерики если ему мячик не кидаю ой господи как когда что устанешь то добрый день субботы в общем вчера вечером я взяла повышивать сэмплер Адам и Ева вышло пятьсот пятьдесят и сегодня еще вышло шестьсот восемьдесят то есть все вот эти вот вышитые мной крестики это вот эти буковки и просто один вот этот олененок он конечно классный он прям большой большой коров такой потому что по сравнению с остальными да вот вот маленький отсвечивает от окна вот маленький олененок и вот это такой большой с хвостом в пятнышку ну а прелесть короче прелесть очень нравится мне надпись не стала я делать ее на русском языке выполнена английском потому что перевод здесь его глаз на воробье и и я знаю он смотрит наблюдает за мной да то есть как-то некрасиво звучит на русском вообще поэтому оставлю английский и я по-английски все равно ничего не понимаю поэтому вот для меня алфавит и алфавит и все в общем ну нравится мне нравится так что откладываю я сегодня этот сэмплерок сейчас пойду у меня вон солнышко вините сейчас пойду заниматься своим огородом а вечером я скорее всего гости повышеваю возьму в работу сейчас даже уже заранее поменяю на вкуснапы поставлю гостей поэтому уже вечером спокойно приду у меня уже будет рабочее поле готово ну не знаю наверное увидимся с вами уже завтра воскресенье когда я буду финал финальное видео снимать финальные кадры да сколько я вышила за неделю в общей сложности на той и на другой работе вчера также я повышевала сэмплер новый но я вам его показывать не буду потому что я хочу его еще повышевать и на следующей неделе выпустить уже отдельным видео вот именно от танцовщицы Морриса как я окрашивала ткань в какие тона как что получилось в общем все увидите на следующей неделе ну да вчера я еще вот повышевала танцовщицу Моррису ну сколько я не знаю потому что у меня саги нет ну в общем пошла я работать в огород лопата меня ждет и до завтра добрый день воскресенье я подведу сейчас свои итоги сколько я вышла вышла я очень мало на этот раз на эту неделю по одной простой причине так как у меня погода позволяла работать в санду я работала в санду да я сделала не много но времени ушло очень много потому что я копала землю копала практически целину то есть это надо было подкопнуть отряхнуть землю с корней потом внести эти корни выкинуть в компостную кучу то есть такая физическая работа была тяжелая да но сделано мало мне конечно бы еще дней десять вот сегодня кстати вышла с обеда работать копала 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 радовалась что у меня солнышко что еще сегодня я смогу все-таки посадить свои крокусы но меня накрыло дождем я как раз разговаривала со Светланой по поводу сэмплера танцовщицы морисы да мы вот обсуждали как лучше выполнить лучики у солнца потому что по превью они выполнены гладью как вот смотрится на фотографии а в жизни про них говорят что их нужно выполнять по инструкции точнее говоря не в жизни да по инструкции говорят то что нужно длинными стежками но как-то вот длинные стежки меня не очень поэтому я решила это все дело обсудить ну вот Светлана говорит что она тоже будет гладью вышивать ну и так маленькое отступление да почему очень мало вышилось ну во первых у меня прибавились процессы да у меня танцовщица мориса пока я ее не показываю покажу ее на следующей неделе отдельным видео начало процесса вот а пока вот пройдусь по своим текущим и так гость у меня 1900 аппетитов вышито то есть мне осталось вот здесь вот полочку дозалить вот эту вот и я пойду дальше на фрески хотя сейчас меня гложет мысль такая да нехорошая пойти дальше вот так вышивать но нет 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 фрески нужно тоже вышивать то есть 1900 мне нравится все полка она она прям вкусняшная получается прям классная полка вот бокал у нас уже у нас здесь какая-то такая крошка стоит здесь вон горшочки вот эти вот да и вот здесь тоже будет какая-то типа крошки стоять и вот эта вот тарелка она прям я даже думала что вот здесь будет она намного темнее но нет при отшиве прямо она такая хорошенькая вот эта тень она хорошенькая я боялась что будет прям много-много вот этого вот всего темного нет замечательная но нравится мне гость даже говорить нечего далее что я еще вышивала но это вообще стыдно показывать да 490 4 ну 500 скажем так да и все то есть вот то что я показывала в начале недели я больше в руки не брала думала сегодня взять повышевать но опять таки у меня дилемма стояла либо сесть и вышивать либо ловить момент и идти копать и я естественно я предпочла свой парк чем вышивку потому что все таки жизнь есть жизнь и не для вышивки живем не ради вышивки живем да ну вот поэтому маки скорее всего на следующей неделе я так посмотрел у меня сейчас шесть процессов то есть мне нужно будет значит вышивать я так думаю с утра одну рамботу в обед я буду вышивать два часа сэмплера танцовщицу мориса потому что каунт мелкий и его конечно приятнее днем вышивать сэмплера и маки макина заканчивать ну что-то прям вот как-то не идут ну не идут у меня эти четверть крестики они меня выматывают ну ладно на хэллоуине 1610 вышилась да то есть в принципе тоже больше не вшивала после того раза как я вам показывала ну вот нужно тыкву довышивать и пойду выше уже то есть забор закончу и пойду в эту сторону и далее буду перепяливать тыквы классные такая яркая яркая вот это вот но нравится он мне он нарядный он нарядный он вообще прям для меня ну и еще раз повторюсь для меня это не хайлоуин для меня это унесенные ветром усадьба с Карли Тахарой вот она вся со своей семьей вместе с рабом-негритенком ну нравится он мне классный да он классный вот так вот покажем ну в принципе а что еще повышивались у меня повышивался от Дамы Ева да 1248 в принципе да со вчерашнего дня и ничего тоже не изменилось на этой работе то есть продолжаю ее двигать очень нравится мне этот сэмплер очень он мне нравится каждый раз вот приступаешь к элементу и открываешь для себя этот элемент потому что он так насыщен вот всевозможными детальками цветочками животными птичками что когда смотришь вот на такую маленькую превьюшечку половины не видишь какой у меня хвостатый олененок замечательный то есть сейчас у меня вот здесь вот где то вот будет уже угол вот здесь вот и то есть я пойду уже в левую сторону 40% на ней ну и вот неучтенные крестики не знаю неучтенные крестики на этой работе и неучтенные у меня крестики на танцовщицы Мориса тоже потому что у меня на них нет саги ну в принципе ничего страшного главное что я получаю удовольствие от всех процессов наслаждения они все двигаются то есть как видите на этой неделе кроме маков ни один процесс в общем-то не пострадал пострадали только маки поэтому я сейчас сяду монтировать сяду монтировать и буду вышивать сумочку бисерину как я говорю от у меня во время монтажа процесс я делаю вышиваю я ошиблась там на одну бисериночку то есть мне надо там подраспустить все пересчитать хорошенечко ну и завтра я начну с утра вышивать маки то есть день начну с этой работы ну а сейчас я с вами прощаю всем желаю хорошего дня хорошего настроения крепкого здоровья и до скорых встреч до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания